здравствуйте дорогие друзья о чем сегодня хотелось бы поговорить о голубом экране в каждом доме российской федерации как показывает мой жизненный опыт даже на полярной станции где мне удалось побывать в моей юности когда я работал речником моряком есть телевизор откуда на всю страну как говорится нас 150 миллионов говорят и вот все 150 миллионов имеют возможность посмотреть первый канал даже если у вас телевизор не принимает цифровых каналов то первый канал и смотреть можете всегда и вот что же недавно увидел по первому каналу сидит лицо считающее 80 процентов населения российской федерации голем и объясняет на прошлой неделе моя внучка маша вышла замуж вернее сказать так оформила отношения потому что она уже четыре года с лишним жила вот с франсуа и он нынешним мужем появился ребенок которому скоро два года ну вот они расписались я там был это было как раз в городе берлине городе который я вообще говоря люто ненавидел причем довольно давно вообще ненавидел все немецкое кроме может быть пиво и сосисок но сегодня я к этому городу отношусь в общем довольно хорошо и прежде чем берлин стал для меня ну симпатичным скажем так не надо было примириться с ним примириться с городом который самого моего детства олицетворяла царя в столицу нацизм вот в районе где уже более 20 лет живет моя дочь называется район шеннберг то и дело встречается то что может показаться небольшими рекламными такими щитами плакатами они чаще всего прикреплены к фонарным столбам или к стенам а иногда ставят отдельно но это не реклама это на самом деле на них написаны цитаты из указов третьего рейха которые касаются прежде всего евреев ну скажем написано евреям собираться больше чем трем человек вместе запрещено евреям сидеть на скамейках в парках запрещено евреям заниматься в спортивных обществах запрещено ну ну и так далее в таком духе и вот эти вот щиты это напоминание о прошлом и это напоминание встречается в берлине буквально на каждом шагу и получается так что нация признала свою причастность к преступлению и свою вину в том что она поддержала гитлера и нацистов но признав это не стала об этом забывать а постоянно сама себе об этом напоминает в общем как мне кажется довольно круто как говорят вот сидит этот человек рассказывает нам что вот у немца был был нацизм правда где-то наши не знали что этот был нацизм они боролись с фашизмом и победили фашистскую германию но нам теперь говорят нацизм мы сейчас все по-английски по-американски но амурчане то я помню что деда воевали с фашистом и вот в общем германия прошла динацификация у них кстати в западной германии восточной германии динацификации не было вот недавно президент путин утвердил мемориал жертвам сталинского террора репрессия мемориал будет стоять на перекрестке проспекта сахарова и садового кольца меня конечно это радует хорошо бы убрать всю советскую символику создание все эти серпы и молоты и так далее да и не только это или напротив использовать их качестве напоминания конечно не скажут а нельзя сравнивать германский нацизм и советский социализм и нельзя сравнивать гитлера и сталин но вы знаете я не сравниваю я просто хотел рассказать как и почему изменилось мое отношение берлина в общем поздно чуть ли не открытым текстом а так как у них у фарисеев и садукеев принято они как бы завуалировано все как бы было то она все равно мимо ушей пропустить а вот я хочу сразу за себя сказать я вот халиман чтобы поздно не думал что есть люди умные есть тупые я вот халиман прадед у меня был председателем колхоза тут на амуре пока поздно русские родители как бы всеми благами и так ненавистного ему советского строя пользовались дали ему прекрасное образование пусть он за рубежом там конечно мы все это видели так вот этот поздно в открытую заявил что советскую символику надо приравнять фашистской и запретить нам товарищ киселев по россии 24 говорит о ужасах киевской хунты киевского режима а тут господин поздно совсем прямотой заявляет что то что верили наши деды чушь ложь провокация хотя вот заявляю что на территории российской федерации когда-то была высокоразвитая высокосоциально организованная цивилизация хотите доказательств пожалуйста вот и вам товарищ поздно мне в руки попал этот артефакт древние люди так изображали мечту вот каждый мальчишка в советском союзе мечтал быть вот таким пока конечно поздно со свойственным фарисейской умственностью читал совсем другие книжки так вот если этот человек заявляет что наши символы которые нам дороги можно признать фашистскими и ссылается еще на путина который как бы памятник жертвам сталинских репрессий разрешил то я вот этому человеку говорю да тут 80 процентов населения они не поняли о чем говорили остальные которые гневно сжимали кулаки глядя эту передачу не могли ответить потому что как бы телевидение не предусматривает комментариев количество дизлайков под вашей передачей я уверяю было бы огромным сталин похоронил ленин как святого красной веры до мощи ленина лежат как как положено святым сталин знал что он делал он учился в семинарии я точно знаю что глубоко православный в кавычках товарищ поздно в кавычках товарищ поймет о чем я сейчас веду речь то есть если сталин похоронил ленина как святого красной веры и несколько поколений людей свято в это верили стремились строили мечтали мечтали значит оскорбление символов этой веры пусть даже и оболганной и понятное дело зачем ленина мешают с грязью чтоб народ не читал его книжки оскорбление символов этой веры прошу считать оскорблением черт верующих об этом я заявляю открыто сейчас на своем канале в блоге а товарищу поздно в следственный комитет российской федерации прошу применить меры а такие меры у нас принимает следственный комитет в отношении оскорбления чувств верующих я точно знаю что они борются за за народ следственный комитет показал в частности их руководитель показал что ему им действительно на на народ мне не все равно из этого следует вывод что если святой красной веры на месте сакральные символы есть множество людей не просто верующих в это а верующих в истинность этого учения поэтому я прошу считать слова поздно о запрете советских символов советских мечт устремлений и советской идеологии оскорблению чувств верующих прошу следственный комитет российской федерации принять меры и разобраться с пробравшимся на российское телевидение врагом поздно владимир который под личиной доброго и умного телеведущего вещает на 150 миллионную аудиторию свое мнение свое ли это мнение если поздно гражданин иностранных государств входящих блок надо я напоминаю сейчас на всех границах российской федерации идет движуха блок нато там усиливается а не работает ли товарищ поздно товарищ в кавычках на иностранные государства я как гражданин советского союза помнящий о результатах референдума 1991 года утверждая что этими своими заявлениями поздно борется против российской федерации которая сейчас правоприемник советского союза если следственный комитет не рассмотрит мою жалобу я буду обращаться другие правоохранительные органы коим доверия меньше чем следственным комитетом а насчет того что путин подписал там одобрил памятник джет вам понятно дело путин кто он нотариус нам прям вот открыто говорят путин президент президент он не царь не не бояр не князь он даже вот грубо говоря не генсер он просто президент он имеет право представлять наше государство перед странными державами и давить авторитетом и вот принесли нотариусу документ если все в порядке нотариус обязан его подписать вот товарищ путин и подписал потому что он обязан во всяком случае мне очень хочется верить в это а не в то что путин заодно с позднором и другими а то что сейчас на первом канале поздно так себя вольготно чувствует я считаю недоработкой наших правоохранительных органов вот недоработка они думают что статью за измену родине отменили у меня свидетельство о рождении написано что я родился советском союзе я гражданин советского слива жена у меня родилась в советском союзе гражданка советского союза может вы наше свидетельство о рождении как содержащие советскую символику поставить им не закона так я сейчас бы показал вам жест который по телевизору конечно никогда не покажут и в блоге своем и размещать тоже не намерен призываю правоохранительные органы в лице следственного комитета российской федерации разобраться с гражданином поздно и как измене к родине он будет судим по законам советского союза вот я в этом не сомневаюсь вот не сомневаюсь и все потому что просто это издевательство